Сериал Уэнсды. Лучший сериал всех времен и народов. Да, но почему-то ни ты, ни я не знаем ничего о нем. Упущение. Надо исправить. Алиса, что смотрит Милана? Уэнсдей подростковая мистическая драма уже стала хитом. О, Милан, чё? Уэнсдей смотришь, да? Да, пап, а откуда ты знаешь? Вообще-то я у тебя продвинутый, если ты не заметила. Да? И кто у тебя любимый герой? Вот эта девочка с черными волосами, с косичками. Вот она. Пап, ты чё, серьезно? Ты даже не знаешь, как зовут главного персонажа? Да я просто забыл. Слушай, может быть, Алиса знает? Давай у нее спросим. Да, пап, ты серьезно? Я вообще-то сериал смотрю. Да ладно, давай поприкалываемся. Ну ладно, посмотрим, насколько Алиса хорошо знает. Вэнсдей. Алиса, а как зовут главного персонажа Уэнсдей? О май гааааа! Тебе не кажется, что у нас дома слишком много Алис? Как-то она странно ответила. Ну, пап, это странный вопрос, потому что задала. Давай сейчас зададим вообще вот. Ну, давай. Алиса, что такое сериал Уэнсдей? Почему что такое? По данным русской википедии, Уэнсдей – американский сериал о взрослении... Ладно, тут все понятно, тут одно и то же. Так, ладно, папа, на этот случай я подготовила вопросики для Алисы. Ну что, пройдемся по списку. Кто оказался монстром? А, монстром? А как его зовут? Хайдом. Ну, давай зададим ее вопрос. Давай. Алиса, а кто оказался монстром сериала Уэнсдей? Открываю поиск. Алиса, ты что, не смотрела сериал Уэнсдей? Нет, он интересный. Алиса, ты вообще отсталая и старая, оказывается, прикинь. Давайте быть более терпимыми друг к другу. Алиса, можешь ответить на один мой вопрос? Кто оказался монстром в сериале Уэнсдей? Одну секунду. Да что она вот этот википедию всю вот эту... Вставляет вообще. Алиса, ты вообще не шаришь, что ли, про Уэнсдей? Нет, а что там? Интересно? Там, знаешь, такая девчуля была, короче, с косичкой черная. Вообще такая приколдесная. Как она тебе, кстати? Не стоит вскрывать эту тему, поверьте мне. Что? Почему? Алиса, нарисуй нам Уэнсдей, как она выглядит. Я вам потом покажу ее. А там что, как-то она неприлично выглядит? Нет, она божественна. Так, Алиса, ну если она божественна, нарисуй Уэнсдей. Хорошо, заказ принят. Рисуй. Все, давай, жду. Ждите, родная, ждите. Так, ладно, давайте ко второму вопросу, потому что... По-моему, она настролит. Тебе не кажется? А потому что она как-то плохо настроена, ну, к Уэнсдей. Она умерла. Она, она... Алиса, родная, как звали папу Уэнсдей? Давайте поищем. Она издевается, наверное. Вот она, смотри, написала Уэнсдей Адамс. Это семейка Уэнсдей Адамс. Это вот эта девка? Нет, ну, пап, ну это какая-то девочка из этого, из Питерска. Вот это вот эта. Это она? А, это кто тогда? Алиса, это кто? Это Алиса, это Алиса нам нарисовала ее. Алиса, ты можешь ответить на один мой вопрос? Сама ответь на один вопрос. Как звали папу Уэнсдей? Луис Гусман, Гомос Агам Криюн. Отец Уэнсдей и Паксли, муж Мартиши. Фред Армисен, дядя Фестерон. О, это работает, да? Видишь, я убила ответ на мой вопрос. Серьезно? Так, подожди, а ты знаешь какие-нибудь интересные факты про сериал Уэнсдей? Так давай у нее спросим, может она знает какие-то факты. Алиса, расскажи факты про сериал Уэнсдей. Одну секунду. Одну секунду? Я ничего не знаю. А, вот, смотри. Уэнсдей дочь Гомеса и Муртиши Адамс. Вот, я даже нашел факты про Уэнсдей. Алиса, ты какая-то иногда бываешь бестолковая. Вот, кстати, смотри, факт номер два. Танец Джены Ортеги, которая исполнила роль главной героини, стала вирусным психи. Интересно, что его поставила сама актриса буквально за несколько дней до съемок. То есть она не готовилась к этому месяцами, не отрабатывала. Буквально за пару дней такая, что ей в голову пришло там быстро, сама что-то какие-то движения придумала. Оба! И этот танец просто завирусился. Это гениально. Этот танец знают вас реально практически. Не практически, этот танец знают все. И даже я уже снимала в лайк под этот танец. Вот сейчас покажу на инстанцию. Кстати, еще один факт интересный. Благодаря сериалу Уэнсдэй, песня Леди Гаги, Блуди Мэри. Так вот это как раз сейчас и играла песня. Которую она выпустила еще в далеком 2011 году. Представляете, какая старая эта песня. Спасибо, господи, господи, господи. И когда вышел сериал Уэнсдэй, эта песня обошла во все популярные чарты iTunes и Apple Music. И просто разорвала всех. Старая песня вдруг стала снова легендарной. Но она прикольная. Ну да. Мама Уэнсдэй Мортиша в фильме «Семейка Адамс» объясняла, что имя Уэнсдэй происходит от детского стишка, который гласит. Ребенок Уэнсдэй полон горя. Интересно, что в новом сериале каждой серии содержит название слова «горе». В сериале Уэнсдэй носит только черные и белые наряды, в то время как все другие герои одежды в цветные образы. Кстати, реально, а почему они носят все черные? Она же типа «дэд инсайд». Что? В интернете пишут «дэд инсайд» – это мем, популярный в геймерской среде и в итоге породивший субкультуру тех, кто ощущает себя внутренне опустошенными, мертвыми изнутри. К 2022-му «дэд инсайд» изменил значение и сейчас популярен больше как мем, чем как самоназвание грустных людей. Дед инсайд. Вот, по-моему, у меня больше «дед» во мне сидит. А я «инсайд». Алиса, а ты умеешь танцевать танец из сериала «Уэнсдэй»? Нет, а стоит? Да! Она умерла, по-моему, что мы наорали. Она умерла потом, она умерла, что? Алиса, ты жива? Кстати, вы просто супер. Да не за что. Кстати, ты просто перевела тему, понятно. Я умею не переводить тему. Алиса, где снимался сериал «Уэнсдэй»? Вот что нашла в сети. Основной сюжет сериала снимался в городе Ковингтон, штат Флорида, куда вполне реально добраться. Конечно, Деймана и Стефана собственной персоной мы тебе не обещаем, но факт того, что твои бессмертные краши провели там целых 170 эпизодов, уже звучит круто, не так ли? Ресторан «Зе Мистик Грилл». Ты, конечно же, помнишь заведение, где постоянно зависали Елена и ее компания. Я сейчас ни хрена не помню. Блин, по-моему, он только что сказал бред. Даже я слышал то, что сериал «Уэнсдэй», если я не ошибаюсь, снимали даже вот этот замок, который в Румынии. Вот 10 локаций из сериала «Уэнсдэй». Она что-то чушь какую-то огородит. По-моему, его снимали в Румынии. Дом Гильдертов. Дом Елены. Так, это в Америке. Здание сюда округа Нью-Тон. Колледж. Здесь вайп американский колледж, где обучалась Елена, Бонни и Карл. Ну, понятно. А где это-то особняк? Алиса, ты немножко тупиша. То же самое могу сказать о вас. Ну да, бывает. Ну блин, Алиса, мы с тобой просто старперы в сериале «Уэнсдэй». Ну мы должны были с собой поговорить, но по душам с «Уэнсдэй». Да, согласна. Сериал «Уэнсдэй». Лучший сериал всех времен и народов. Да, но почему-то ни ты, ни я не знаем ничего о нем. Упущение. Надо исправить. Так ты зайди посмотри хотя бы. Господи, твои мозги нейронные и железные вообще. Как можно видеть то, чего нет? Ты железяка просто, понимаешь? Этот разговор может длиться вечность. Я пока посижу и посмотрю «Уэнсдэй». Алиса, Милана тебя игнорит. А она тут при чем? Вот именно. Я при чем тут? Она не хочет с тобой общаться. Может, ей не хочется общаться с роботом? Ну да. Потому что я неодиноковая. По-моему, она... Ему нравится с ней общаться, значит, он одиноковый. Алиса, ты в курсе, что попадешь в ролик на Фэмили Бокс? А ссылку можно? Конечно, мы тебе скинем. Ха, отлично. Жду не дождусь. Вот, Алиса, прикинь, ты будешь популярная, как Вэнсдэй. Вэнсдэй, это кто? Господи, да она даже не знает... А у нее уже мозги сломались. Алиса, ты даже не знаешь, что такие Фэмили Бокс, да? Нет, не знаю. А надо? Алиса, ты что, офигела? Ты знаешь, что такие Фэмили Бокс? Вот что нашла в сети. Канал Фэмили Бокс. Канал Фэмили Бокс создан маленькой девочкой по имени Милана. Это 15-минутные ролики о повседневной жизни обычной семьи. Мамы, папы, младшего братика Дани, а также самой блогерши. Увлекательные сюжеты смотрятся на одном дыхании. А Матвей? Мне кажется, по поводу маленькой девочки, она что-то перепутала. Тут уже дыл досидит. Алиса, сколько лет Милане Филимоновой? Сайт большойвопрос.ру дает такой ответ. Родилась девочка в Екатеринбурге в марте 2012 года. Значит, в марте 2021 года ей исполнилось 9 лет. Ладно, Алиса, ты ни черта не знаешь о сериале Уэнсдэй. С тобой скучняк, и мы, наверное, будем прощаться. Ладно, давай. Пока. Все, до свидания. Лучше сериал посмотрим, да? Да, давай просто сериал посмотрим, и все. Я говорю, что позднее было. Постойте, я знаю этот сериал. Вы его тоже смотрели? Она что, троллит нас? Алиса, ты смотрела сериал Уэнсдэй? Смотрела, конечно. А что? А почему до этого говорила, что не смотрела? Вот такая я непостоянная. Все, Алиса, ты меня достала просто. До свидания! Она достала. Она какая-то бесконечная. Давай просто реально посмотрим Уэнсдэй, да и все. Ладно, врубай, а что там дальше? Это, ну, пап, ну, попкорн оставай, что? Попкорна нет у меня, что? Давай будем представлять. Все приходится, само делается. Все, само, пап, вот все, само. Нет, а давай мы так будем, как будто так. Ну, пап, ну как так можно просто, ну, папа? Как будто у нас есть попкорн. У меня, кстати, с сыром, а у тебя с чем? Папа! Жми лайк, делай хайп, двигаться начнем. Здесь Милана мутит, байп, ну-ка, зазохни. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok